Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вас приветствует компания «Видопульс» и я врач компании «Арчебасова» Елена Алексеевна. Сегодня тема нашей с вами встречи – это острые респираторные вирусные инфекции. Ну, сейчас как раз наступило такое время, и мы посчитали, что эта тема является очень актуальной. И свой, так скажем, вебинар по этой теме мы решили построить следующим образом. Мы делим его на две части. Сегодня мы полностью с вами поговорим, а что же такое острые респираторные вирусные инфекции, что обычно называется аббревиатурой ОРВИ, иногда еще говорят ОРЗ, но все-таки наиболее часто ОРВИ. Познакомимся, что относится к этой группе заболеваний. Узнаем основные диагностические характеристики этих инфекций, этих заболеваний, как они протекают, в чем их особенности, как можно осуществить диагностику этих заболеваний. Скажем об осложнениях, которые, так скажем, могут обусловить эти вирусные инфекции. И, конечно же, остановимся на основных признаках АПК-видопульс, которые могут подсказать, что здесь есть определенные изменения со стороны организма. А вот вторую часть вебинара, которая также будет посвящена ОРВИ, которая будет 25 октября, дополнительная информация, также последует. Вот там мы полностью будем говорить о таких моментах, как профилактика, в том числе и вакцина-профилактика, что сейчас также является очень актуальным и спорным моментом. Вот мы обсудим все за и против. А также мы поговорим о лечениях, о методах лечения, и, конечно же, о различных видах реабилитации. Все, что связано с острыми респираторными вирусными инфекциями. Таким образом, мы разделили эту тему на две встречи. Итак, давайте начнем. Еще раз. Сегодня мы с вами говорим об основных особенностях такой группы заболеваний, как ОРВИ, острые респираторные вирусные инфекции. Ну, прежде всего, давайте скажем, что же это такое, да, ОРВИ. В целом, расшифровывается это острая респираторная вирусная инфекция. И вот сегодня мы прям по словам этого определения будем двигаться и давать характеристику вот каждому слову в этом определении. Итак, острая респираторная вирусная инфекция, любая, да, инфекция, передается, как правило, воздушно-капельным путем. Соответственно, чем проявляется группа этих инфекций, чем клинические проявления? Ну, прежде всего, это симптомы интоксикации. Симптомы интоксикации, которые проявляются слабостью, недомоганием, какой-то ломотой, астенией, а также обязательное вовлечение в процесс поражения дыхательных путей. И это то, что объединяет всю группу вот этих вот респираторных вирусных инфекций. Соответственно, это группа заболеваний, которая вызывается вирусами. И как вы видите, что на сегодняшний день существует огромное количество вирусов. Известно только около 200 их разновидностей, которые могут вызывать различные острые респираторные вирусные инфекции. Итак, что же относится к этим инфекциям? Некоторые из того, что сейчас вы видите на слайде инфекции, вы слышали, знаете, вы пронесли их через себя. Соответственно, что мы знаем, что на первом месте из этой группы заболеваний? Ну, это, конечно же, грипп. И все мы опасаемся гриппа, и ежегодно происходят вспышки этой вирусной инфекции. Да, характерно сезонность для этой инфекции. Мы сегодня остановимся на этой инфекции подробно. Итак, это, конечно же, грипп. Это такая инфекция, как парагрипп. Парагрипп, да, приставка пара, означает рядом, около, ложное что-то, да. То есть грипп, но это не грипп, а что-то очень похожее на грипп. Соответственно, вызывается другим возбудителем, другим вирусом. Сюда же к этой группе инфекций относится аденовирусная инфекция. Относится респираторно-сенситиальная инфекция, риновирусная, реовирусная инфекция. Ну и также есть еще ряд других инфекций, но вот это наиболее распространенные виды инфекций, которые встречаются наиболее часто. Итак, мы говорим, что мы дадим характеристику каждому слову определения ОРВИ. Итак, это вирусная инфекция. Вирусная. Значит, соответственно, причина всех этих заболеваний, конечно же, вирусы, то есть возбудителем являются вирусы. Ну, мы знаем, что являются возбудителями инфекционных заболеваний. Любых, да? Это микроорганизмы. Микроорганизмы, самые распространенные, это какие-то бактериальные варианты, да, бактерии и, соответственно, вирусы. И если известно, что причина какого-то инфекционного процесса вызвана бактерией, то тогда, имеет место быть прием таких препаратов, как антибактериальная терапия или то, что все мы прекрасно знаем, да, то, что мы называем антибиотики. Так вот, сразу давайте определимся, что если эта группа инфекций называется вирусной, да, это острые респираторно-вирусные инфекции, то возбудителем их являются вирусы. Это совершенно другой биологический вид, это не бактерии и, соответственно, антибиотики, антибактериальные препараты, они никоим образом на вирусы не воздействуют. Поэтому вот, да, стоит вопрос всегда принимать, не принимать антибиотики. Так вот, они не оказывают никакого воздействия. Итак, вирусы, что из себя представляют? Как вы видите, это мельчайшие, мельчайшие микроорганизмы, которые, проникнув в организм человека, в организм хозяина, они проникают в клетки, в клетки, да, и, как вы видите, они могут жить и размножаться только внутри клеток. То есть это внутриклеточные, так скажем, паразиты, которые живут внутри клеток. Что же делают они, когда проникают в клетки? Ну, как правило, это клетки, соответственно, дыхательных путей, органов дыхательных путей. Значит, у каждого возбудителя, мы сейчас про это тоже скажем, есть своя тропность, свое излюбленное место, где они живут, в каких клетках. Так вот, после проникновения в чувствительную клетку, главный компонент вируса, а вирусы, они содержат в себе нуклеиновые кислоты, это их генетический паспорт, генетический материал. Есть вирусы, которые содержат РНК, есть вирусы, которые содержат ДНК. Так вот, соответственно, главный компонент вируса – это нуклеиновая кислота, которая начинает подчинять себе обменные процессы в клетке, в клетке человека, в клетке хозяина, организма хозяина. И, соответственно, создает себе все условия, чтобы там себя прекрасно чувствовать. Там же размножается, и таким образом, вот этот вот весь процесс внедрения, размножения, он происходит очень быстро, происходит как вот лавинообразно. При этом, часть клеток, которые вирус использовал для своей жизни, для своих процессов жизнедеятельности, они погибают. Плюс вирусы, которые проникли в организм и живут, они выделяют продукты своей жизнедеятельности. Все это выделяется во внутреннюю среду организма, ну куда? Ну, прежде всего, в кровеносное русло, и отравляет организм. То есть это не что иное, как погибшие клетки, продукты жизнедеятельности, вирусов. Это токсичные вещества, токсины. И вот эти вот токсины, они, как любые другие токсины, как любые другие ядовитые вещества, они отравляют организм и таким образом и вызывают вот эти вот общие симптомы интоксикации, о которых мы уже говорили. То есть это есть, ну, как бы характерная для всех этих инфекций, общий симптом интоксикации. Он общий абсолютно для всех этих инфекций. Итак, немножечко статистики, да. Как вы видите, вот из всех инфекционных болезней, вот из всех, которые есть, мы сказали, они вызываются либо бактериальной флорой, либо вирусной флорой, то, соответственно, на долю острых респираторных вирусных инфекций приходится 90% заболеваемости от доли всех инфекционных болезней. И вот эти вот вирусы, которые вызывают ОРВИ, им, так скажем, ничто не страшно и ничто не чуждо. Они могут проживать в различных регионах земного шара, да, то есть они не обладают какой-то эндемичностью. То есть мы не можем сказать, что вот вирус гриппа живет только вот у нас в регионе, да, там, где-то в других регионах он не встречается. Встречаются они абсолютно по всему миру. Еще раз, их очень много и наиболее часто мы с вами назвали, какие инфекции, что к ним относится. Ну вот здесь на картинке вы видите схематично строение вируса, что он из себя представляет. Значит, вот здесь в качестве примера это РНК-содержащий вирус, вот это его основа, его генетический паспорт. Это РНК-содержащий вирус и наличие антигенов. Антигены, которые есть как на поверхности, антигены, которые есть, соответственно, внутри. Итак, как передаются эти инфекции, какой у них путь передачи? Все прекрасно знаем. Путь передачи воздушно-капельный. В основном воздушно-капельный. Что это такое? Что значит воздушно-капельный? Воздушно-капельный – это передача вируса от человека к человеку. Дальше. Есть такие варианты вирусных инфекций, про которые мы слышали. Это, допустим, птичий гриб, свиной гриб. То есть, может инфекция передаваться не только от человека к человеку, но и от животного или от птицы к человеку. Значит, при чихании, ну прежде всего, да, и вот проведены исследования, которые показали, что когда человек чихает, то с какой огромной скоростью, да, выделяется его слюна. На этих частичках слюны, естественно, есть вирусы. Если это человек больной, да, вирусной инфекцией, или даже у него не остро выраженная симптоматика, а, допустим, какая-то стертая картина, либо это может быть вообще носительство. Вот тут с огромной скоростью распространяются мельчайшие частицы слюны, которые вот выбрасываются в окружающую среду при чихании и могут распространяться вот от больного человека на 8 метров вокруг него. То есть, конечно, да, такой вот территория воздействия, такой радиус воздействия может охватить огромное количество людей, которые находятся вокруг него. Поэтому вот такой вот способ передачи характерен для этих инфекций. И также выделяют еще один способ передачи, который, ну скажем так, не так актуален, да, это все-таки через предметы обихода, то есть по-другому это контактно-бытовой путь передачи. Поэтому одним из способов профилактики также является частая мытье рук, особенно при условиях вспышки, да, какой-то вирусной инфекции, в частности гриппа. Итак, вирусная инфекция респираторных путей. Респираторная система – это дыхательная система, значит, вовлекается в патологический процесс, конечно же, органы дыхательной системы. Давайте обратимся немножечко к анатомии. И вот сейчас вы видите перед собой на слайде настроение дыхательной системы человека. Что же она в себя включает? Ну, воздух как попадает, да, вдыхаемый воздух попадает либо через носовые пути, что является наиболее правильным и естественным, либо, соответственно, дышать можно через рот, то есть выделяется носоглотка, ротоглотка. Вот два основных, скажем, источника поступления воздуха. Дальше это все объединяется в глотку, а дальше пошла уже система, скажем, трубок. Это гортань, это та анатомическая структура, где находятся голосовые связки. Обращаю на это внимание ваше, потому что сегодня будем говорить о роли голосовых связок. Это именно тот звукоречевой аппарат наш, где происходит образование звуков. Соответственно, это вот гортань. Дальше. Это трахея, трубка, которая состоит из хрящевых колец, по-другому еще называется, это дыхательное горло. И, соответственно, трахея, она уже делится, то есть идет ее бифуркация на два бронха, каждый из которых заходит в легкие. Соответственно, правый бронх, левый бронх. Бронх, зайдя в легкие, нужно сказать, делится и начинает формироваться бронхиальное дерево. То есть крупный бронх делится на мелкие долевые бронхи следующего порядка, так скажем, это долевые бронхи. В правом легком это три доли, значит, три долевых бронха. В левом легком это две доли, значит, два долевых бронха, которые затем делятся на сегменты. В каждом легком выделяют несколько сегментов. Значит, соответственно, идет деление на сегментарные бронхи. Это бронхи еще меньшего, так скажем, порядка. Те бронхи делятся еще на более мелкие структуры и все это заканчивается бронхиолами. И непосредственно уже структура легочной ткани это альвеолами, где происходит газообмен. То есть по этим трубкам воздух доставляется в легкие альвеолы, тончайшие воздушные пузырьки, которые окружены кровеносными сосудами, где и происходит уже газообмен. Организм из воздуха забирает кровеносное русло кислород и выделяет обратно продукты обмена, в частности углекислый газ, который с выдохом выделяется, соответственно, во внешнюю среду. Вот так вот устроена анатомия органов дыхания. Так вот, органы дыхания, они делятся на верхние дыхательные пути и нижние дыхательные пути. Верхние дыхательные пути, как вы видите, что к ним относятся? Ну, это вот полость носа, это ротоглотка, то есть носоглотка и глотка, да, то есть это вот верхние дыхательные пути. А дальше уже начинаются нижние дыхательные пути, к которым относятся гортань, трахея, ну и, естественно, бронхи. Так вот, вирусы, о которых мы сегодня говорим, они, каждый из, ну, каждый из вирусов, да, имеют предпочтение клеткам определенной структуры вот этой вот дыхательной системы. Ну, давайте посмотрим на этот слайд и как раз вот увидим, что каждый вирус поражает определенный участок. То есть характерно такое понятие, как избирательность вирусов. Избирательность, селективность, то есть каждый любит определенные клетки. Допустим, риновирус, рина, да, рина – это нос, значит, соответственно, что идет в основном поражение верхних дыхательных путей, и это клетки слизистой оболочки носа. Если речь идет о вирусе парагриппа, то здесь уже идет поражение нижних дыхательных путей, это гортань и трахея. И, соответственно, грипп, самый коварный вирус гриппа, он поражает нижние дыхательные пути, это вот трахея и бронхи, то есть в процесс вовлекается уже бронхи. Соответственно, и будет определенная клиническая картина. Ну, давайте немножечко охарактеризуем каждый из этих вирусов, да, и клиническую картину, которую они вызывают. Ну, начнем с аденовирусной инфекцией. Аденовирусная инфекция. Итак, это, конечно же, острое респираторное вирусное заболевание, которое вызывается, судя по названию, аденовирусами. И вот аденовирусы – это ДНК, содержащие вирусы. Это не один какой-то вирус. Их определено несколько видов, типов, то есть их различают на данный момент аж целых 32 типа аденовирусов. Но, как правило, они поражают исключительно клетки носовой полости и вызывают сходную клиническую картину. Нужно сказать, что аденовирусной инфекцией, конечно, подвержены ей все слои населения, все возрастные группы, но чаще всего этим заболеванием страдают дети. Путь передачи все тот же воздушно-капельный в основном. Чем же характеризуется эта инфекция аденовирусная? Значит, посмотрите, поражение верхних дыхательных путей и обязательно вовлечение в процесс слизистой оболочки глаз, то есть характерное еще наличие конъюнктивита. Ну, для всех инфекций, сразу давайте скажем, для любых, в том числе и для острых ОРВИ характерно такое наличие, как инкубационный период. Еще раз повторюсь, это характерно для всех инфекционных заболеваний. Что это такое? Это время с момента проникновения возбудителя в организм до возникновения клинической картины. То есть вирус уже в организме поселился, в клетке внедряется, начинает размножаться, на это же нужно какое-то время. И, соответственно, пока еще клинических проявлений никаких нет. Соответственно, когда все условия будут соблюдены, вот тогда возникает клиническая картина. Так вот этот инкубационный период для этой инфекции 5-6 дней. То есть можно считать, что человек здоров, а на самом деле он находится в состоянии инкубации, да, то есть в периоде инкубации. Верхние дыхательные пути, значит, страдают. Соответственно, будут увеличены периферические лимфоузлы, как правило, это подчелюстные. Вот. И сейчас увидим картинку следующую. Идет воспаление всех верхних дыхательных путей, идет образование слизи, которая стекает по задней стенке глотки. Вот, посмотрите, чем проявляется аденовирусная инфекция. Воспаление слизистой носа, образуется слизь, которая вот стекает по задней стенке глотки. Соответственно, в процесс увлекается и слизистая глотка тоже. Вот, посмотрите, все красное, все воспалено. И следующий признак, это, конечно же, вот наличие конъюнктивита. Такая вот характерная картина для слизистых глаз. Это все признаки, характерные признаки, отличительные для аденовирусной инфекции. Ну, понятно, нос заложен, он отечный, слизи много, и это может еще сопровождаться таким проявлением, как гнусавость голоса. Следующая инфекция, которую мы сейчас с вами разберем, называется риновирусная инфекция. Рино, да, это нос, риновирусная инфекция. Возбудителем является вирус РНК-содержащий. Все то же самое, да, то есть это группа одних и тех же заболеваний, передается воздушно-капельным путем, в меньшей степени контактным. Значит, риновирусная инфекция абсолютно подвержены все, но, как правило, опять же, чаще всего болеют маленькие дети, то есть дети дошкольного возраста. И риновирусная инфекция, визитной карточкой этого заболевания, как вы видите, является ринит, то есть такой вот ярко выраженный насморк, то есть на первом месте это клиническое проявление. Соответственно, вирус внедряется в слизистую оболочку полости носа. Там он, так скажем, размножается, живет за счет этих клеток. И клетки периодически погибают. И вот сопровождается это чем еще? Сопровождается чиханием. Чиханием. Першение в горле. Так как слизи образуется много, опять же, она стекает по задней стенке глотки, то там тоже идет воспалительный процесс. И это может сопровождаться тем, что человеку больно глотать, боль при глотании. Характерен еще так же неприятный привкус такой во рту. И, соответственно, обильное, очень обильное выделение из носа. Как правило, это такая прозрачная слизь. Общих симптомов интоксикации, то есть повышения температуры, какого-то резкого ухудшения проявления астении при риновирусной инфекции нет. Посмотрите, температура субфибрильная и не просто субфибрильная. И давайте сразу скажем, фибрильная температура – это та, которая 38 градусов и выше. Все, что до 38 градусов называется субфибрильная температура. Так вот, для риновирусной инфекции температура, она в пределах 37 градусов. То есть очень редко она становится 37,5-37,8, то есть где-то в пределах 37. То есть выраженных таких вот ярко выраженных симптомов интоксикации для риновирусной инфекции их нет. Следующая инфекция, которая очень похожа на грипп, но она не грипп, это парагрипп, еще раз хочу сказать, что такой вот где-то около, рядом с гриппом. Значит, соответственно, что мы можем сказать об этой инфекции? Общие симптомы интоксикации. Да, они здесь не ярко выражены. То есть температура субфибрильная больше, конечно, чем при риновирусной инфекции, но 38,5-39 она не бывает, такая температура. Соответственно, признаки останизации имеют место быть, это может быть слабость, головная боль. Значит, какие основные характерные проявления? Характерные проявления – это наличие кашля, потому что мы сказали, что в процесс вовлекаются нижние дыхательные пути, в частности, вовлекается трахея и гортаней трахеи. Поэтому, соответственно, появляется кашель. Кашель, как правило, в начале заболевания, он сухой, то есть трудно откашливается мокрота, она практически еще отсутствует, а воспалительный процесс уже есть. То есть вовлекается в процесс, еще раз хочу сказать, вот именно гортань и трахея. То есть характерный признак – это наличие кашля, сухого кашля. И, конечно же, если посмотреть, пропальпировать периферические лимфоузлы, они тоже вовлекаются в процесс, так как это органы иммунитета, органы защиты, то, соответственно, они увеличиваются. Вот хотелось бы остановиться на одном из осложнений парагриппа, проявлений парагриппа. Это осложнение наиболее характерное для парагриппа, хотя для детского возраста такое осложнение, как ложный круп, оно, конечно же, может сопровождать и другие острые респираторные вирусные инфекции. Итак, мы выходим на такую детскую особенность, которая часто проявляется в детском возрасте при ОРВИ, как ложный круп. Сначала давайте узнаем, что такое ложный круп. Круп – это стеноз, то есть по-простому, если говорить, это сужение, сужение гортани. В гортани, мы сказали, да, в самом начале имеются голосовые связки, которые регулируют просвет голосовой щели, через которую идет движение воздуха. Так вот, если происходит сужение этого просвета, то, соответственно, дышать становится очень-очень трудно и практически невозможно, если речь будет идти об в истинном крупе, но сейчас ложный круг. То есть это сужение гортани, стеноз гортани, которая возникает, как правило, в детском возрасте и, как правило, на фоне вирусной инфекции. То есть ребенок болеет какой-то вирусной инфекцией, вот у него может возникнуть такое осложнение. Значит, соответственно, какие симптомы? Как правило, проявляется эта ситуация внезапно, как правило, это ночью ситуация, ребенок просыпается испуганный, потому что ему трудно дышать, появляется громкий лающий кашель, конечно же, бледность, испуг, вот такое вот стрессированное состояние у ребенка, конечно же, у родителей. Это вот проявление ложного крупа. Почему это случилось? Потому что в воспалительный процесс вовлечены верхние дыхательные пути, в том числе и гортань, так вот, идет отек подсвязочного пространства. Вот это важно. Отек подсвязочного пространства, то есть пространство того участка, который под голосовыми связками. Почему я на этом останавливаюсь? Потому что, ну, наверняка вы слышали о таком серьезном заболевании, как дифтерия. Дифтерия очень серьезное заболевание, которое, ну, так скажем, не так давно еще было причиной большого количества летальных исходов в детском возрасте, до той поры, пока не была изобретена вакцина от дифтерии. Соответственно, вот при дифтерии идет развитие истинного крупа. Истинного крупа, когда дифтерийные пленочки, они покрывают голосовые связки, и голосовые связки смыкаются, и совершенно нет никакого пространства, да, щели, никакой голосовой щели не возникает, и, соответственно, это заканчивается очень печально. Вот. Здесь такого нет, к счастью, да. Проявление какое? Дышать трудно. Конечно же, испуг, отек подсвязочного пространства. Как правило, на фоне ОРВИ, очень часто на фоне парагриппа, вот, и, соответственно, здесь нужно не растеряться самому взрослому, и еще до приезда, конечно же, врачей нужно, скажем, применить определенные знания. Ну, прежде всего, это так называемая проводится отвлекающая терапия. Отвлекающая терапия, которая включает в себя, как вы видите на этом слайде, это теплое питье, да, это внимание ребенку, теплое питье, это какие-то теплые горячие ванночки для ног, для рук, вот, то есть это так называемая отвлекающая терапия, отвлекающая терапия. Это действительно помогает, это работает. Значит, к этому моменту, как правило, приезжает квалифицированная медицинская помощь, которая оказывает соответствующее лечение. Еще раз хочу сказать, что это не истинный групп, и это довольно успешно поддается терапии. Но нужно знать, что такое в детском возрасте бывает. Ну, и мы с вами подобрались к вирусу, самому грозному, это вирусу гриппа. Вирус гриппа, чем он опасен? Ну, во-первых, он опасен сам по себе, да, гриппозная инфекция протекает гораздо тяжелее, и, во-вторых, его коварство, правильнее так сказать, заключается в том, что он очень изменчив. Он изменчив, и неизвестно, да, какой вариант вируса будет в этом году, будет ли отличаться от вариантов вируса гриппа прошлого года. То есть вот такая вот его изменчивость. А почему он обладает такой способностью? Ну, давайте посмотрим, да, на то схематичное строение этого вируса, которое вы видите у себя на слайде. Ну, во-первых, у него есть несколько видов антигенов у этого вируса. Антигены есть поверхностные и есть антигены внутренние. Так вот, внутренние антигены, они, ну, так надо сказать, не меняются. Это сердцевина вируса, это прежде всего нуклеиновая кислота, в частности, это РНК, которая там содержится, это вот сердцевина этого вируса, она неизменчива. А вирусы, которые поверхностные, вот они меняются. Ой, не вирусы, а антигены. Что к ним относится, к этим антигенам поверхностным? Ну, вы видите, это антиген, который называется гемаглютинин. Вот он, с зелененьким показом. Вот как раз за счет этого антигена вирус имеет сродство клетки, клетки дыхательных путей, капителю дыхательных путей, это вот обеспечивает это сродство как раз вот гемаглютинин. Второй поверхностный антиген – это белок, это фермент, который называется нейроминидаза, вот она, который уже обеспечивает способность проникновения самого вируса в клетку, в клетку хозяина, в клетку, где будет жить, за счет каких ресурсов вирус будет жить. И, соответственно, проникнув в клетку, это будут созданы все условия для дальнейшего размножения. Так вот, вот эти поверхностные антигены, они довольно изменчивы. Такая вот у них особенность. И это определяет их так называемые штаммы. С некоторыми штаммами тоже сегодня обозначим. Вот они могут быть различны. Каковы особенности вируса гриппа? Ну, первую особенность, мы сказали, это то, что способность к изменчивости, способность изменять свой антигенный состав. И, соответственно, переболев, допустим, гриппом в прошлом году, человек не приобретает, во-первых, стойкого иммунитета, он не стойкий иммунитет, он годами не держится. Допустим, после того, как человек переболел в детстве вирусом ветряной оспы, иммунитет приобретается на всю жизнь, да, то есть это пожизненный иммунитет. Вот здесь нет такого. Сам иммунитет сам по себе не стойкий. И, во-вторых, так как вирус все время меняется, да, то есть у него вот эта антигенная структура изменчива, то, соответственно, мы все в этом году без иммунитета конкретно к тому вирусу гриппа, который к нам придет в этом году. Итак, выделяют три основные разновидности вируса гриппа А. Наверняка вы тоже слышали. Это такие разновидности, как А, Б и С. Остановимся на С. Про него практически мы нигде не слышим, но он все-таки существует. А почему, значит, мы не слышим про него? Потому что это самый стабильный, самая стабильная разновидность вируса гриппа. И, ну, наверняка, да, в течение жизни, особенно в детском возрасте, встречались с этим вирусом и переболели им, да, вот этим вот вирусом гриппа С, и приобретается иммунитет. И вот иммунитет именно к этой разновидности гриппа, гриппу С, он является довольно-таки стойким. Поэтому взрослые люди, как правило, им уже не болеют, а болеют преимущественно дети. Вот поэтому мы, может быть, так, не получаем большой информации именно про вирус гриппа С. Вирус гриппа В – это вирус, который тоже обладает изменчивостью, но умеренный. А вот вирус гриппа А, вот он самый коварный, вот именно он постоянно меняется, и поэтому именно этот вирус гриппа А, он способен вызывать вспышки инфекции, вплоть до того, что вызывать целые эпидемии. Итак, вирус гриппа А проникает в организм и вызывает поражение, то есть он тропен к нижним дыхательным путям, это трахея и бронхи. Вот мы до этого говорили о других вариантах вирусных инфекций, это риновирусная, аденовирусная, парагрипп, и везде мы говорим о том, что температура либо субфибрильная, либо она вообще в пределах 37 градусов. И вот это является одной из отличительных характеристик этих всех вирусных инфекций от гриппа. Для гриппа на первом месте это, конечно же, симптомы интоксикации. Для всех остальных это какие-то катаральные явления, это насморк, да, это боль в горле, это влажный кашель. Вот это характерно для всех вирусных инфекций. Для гриппа немножечко все не так. Все эти проявления есть, но их ранжирование меняется местами. Значит, давайте посмотрим, что характерно для гриппа. Грипп начинается внезапно, очень остро начинается, не из-под воль, где-то маленько покашлял, потом не покашлял. Нет, здесь начинается все очень остро, внезапно. Резкий скачок температуры. Температура всегда фибрильная. Еще раз, вот здесь показано на картинке, очень красочно. То есть температура больше 38 градусов. Это 39, это 39, там 5, 7, 8, это возможно даже ближе к 40. То есть такая вот высокая температура, фибрильная. На фоне этой высокой температуры, конечно же, ярко выражены симптомы интоксикации. Это первая, главная, отличительная черта и, пожалуй, основная гриппозная инфекция. То есть интоксикация чем сопровождается? Резким ухудшением общего самочувствия. То есть это головная боль, это возможен озноб, то есть человека морозит, ему холодно, несмотря на то, что вот такая вот высокая температура. Это называется белая лихорадка. Конечно же, отличительной характеристикой являются мышечные боли, ломота в мышцах, ломота во всем теле. И, соответственно, о какой там двигательной активности может идти речь, а вообще о какой активности, да, можно говорить. Человек просто вот лежит в кровати и ему просто вот плохо. И, соответственно, конечно же, есть и катаральные проявления, то есть вирус гриппа, он троппинг, трахеи и бронхом, поэтому все это еще сопровождается сухим кашлем. Сухой болезненный кашель, такой вот он, очень болезненный и, соответственно, больно. Больно вот при кашле сопровождается выраженным болевым синдромом, что отмечается, да, пациентами. Это вот основные проявления. Если говорить там про насморк, боль в горле, то этих проявлений может вообще не быть. Насморка может вообще не быть, да, такого яркого катарального проявления. Его может не быть. Вообще не может, может не быть боли в горле. То есть человек нормально глотает пищу, воду, либо какие-то незначительные такие вот неприятные ощущения. Но, как правило, их нет. Еще раз, на первом месте это симптомы общей интоксикации, ярко выраженные, и сухой кашель. Итак, чем опасен грипп? Ну, конечно же, своими осложнениями. Все осложнения гриппа, как вы видите, делятся на две группы. Это те осложнения, первая группа, которые связаны непосредственно с течением самого гриппа. Это, как правило, осложнения, которые возникают тут же, на фоне заболевания, где-то первые-вторые сутки, на фоне такой вот высокой интоксикации. Может развиться геморрагический отек легких. Может в процесс вовлекаться сирозные оболочки, в частности, оболочки головного мозга и сопровождаться это менингитом. Это может быть развитие ИТР, инфекционно-токсического шока, то есть высокая температура. Это разрушенные клетки эпителия дыхательных путей. Это продукты жизнедеятельности самого вируса, про что мы говорили. Выделяются они во внутреннюю среду и вызывают вот такую выраженную токсическую реакцию, которая может привести к развитию шока. У детей высокая температура очень опасна тем, что у них могут возникать судороги, фибрильные судороги. Это все осложнения гриппа, как самой вирусной инфекции. И вторая группа осложнений гриппа – это те осложнения, которые присоединяются, наслаиваются на грипп, на инфекцию гриппа. И, как правило, это уже осложнения бактериальной инфекции. То есть иммунитет ослаблен, иммунитет очень, так скажем, организм подвержен развитию каких-то других инфекционных агентов, в частности микроорганизмов, воздействия микроорганизмов. И они могут вызвать такие осложнения, как, допустим, пневмония. Наиболее часто, одним из очень часто встречающихся осложнений гриппа является пневмония. Это могут быть уже бактериальные процессы других органов, таких, как атиты, синуситы. Если мы говорим не о структурах верхних дыхательных путей, то это могут быть в процесс вовлечены почки. И это может привести к развитию гломеролонефрита и развитию гнойных уже, гнойных менингитов. То есть здесь этиология бактериальная флора. Вот посмотрите, то есть присоединяется бактериальная инфекция. И она присоединяется не сразу, она присоединяется через какое-то время, когда уже есть инфекция грипп. Думают, что это грипп, есть все клинические проявления. То может быть даже человек, пациент начинает чувствовать себя лучше и, казалось бы, все уже идет в сторону выздоровления. Нет каких-то выраженных таких уже симптомов интоксикации. И при этом идет вторая волна. Вторая волна, повышается температура. Значит, появляется, допустим, кашель с мокротой. Это может быть уже как клиника вторичной пневмонии, присоединившейся бактериальной флоры, которая привела к развитию вторичной пневмонии. Вот такие вот коварства, которые может, так скажем, нести за собой грипп. Вот посмотрите на эту такую сводную картинку осложнений гриппа. Итак, ну здесь, конечно, в основном показана вторичная группа осложнений. Вторичные осложнения. Это различные воспаления предаточных пазух, да, то есть осложнения синуситы. Гайморит очень часто может быть. Этмоидит, то есть предаточные пазухи вовлекаются в воспалительный процесс. Это трахеид, это бронхит и пневмония, то есть это все, что связано с дыхательными путями. Дальше. Это инфекционное поражение оболочек головного мозга с развитиями менингита. Это вовлечение в инфекционный процесс сердца, воспаление сердечной мышцы, да, то есть это развитие миокардитов. И в процесс вовлекаются гламерулы, то есть клубочки нефронов, структурные единицы почек. То есть структуры, которая непосредственно отвечает за фильтрование, да, то есть фильтрование крови. Основная функция почек. То есть вот такие вот осложнения, которые может повлечь за собой вирус гриппа. Ну и давайте остановимся. Осложнения видели много, но наиболее часто такое вот грозное осложнение гриппа, как пневмония. Что такое пневмония? Пневмония, как видите, это острое инфекционное воспаление нижних дыхательных путей с обязательным вовлечением в вот этот воспалительный процесс легочной ткани. Легочной ткани – это альвеолы, да, непосредственно легочная ткань. Вот посмотрите, здесь показана нижнедолевая пневмония, идет выраженный, ну не выраженный, мы не знаем, да, то есть показан схематично воспалительный процесс. Как правило, это вторичное присоединение какой-то инфекции, это пневмококки, это могут быть стрептококки, да, то есть, соответственно, легкая свою функцию не выполняет полноценно, страдает функция дыхания, страдает насыщение крови кислородом и, конечно же, жесточайшие симптомы интоксикации. Теперь, помимо вируса, есть еще и бактериальная флора, которая живет, которая пользуется ресурсами клеток хозяина, которая выделяет продукты своей жизнедеятельности, конечно же, выраженная интоксикация. Итак, значит, пневмония. Самый страшный вариант, ну, казалось бы, пневмония и так страшный вариант, но, тем не менее, если речь идет о первичной группе осложнений, то есть, это вирусная пневмония, вирусная, то есть, на фоне гриппа, сам грипп, да, явился причиной развития пневмонии. Ну, нужно сказать, что это редкое осложнение, к счастью, редкое, потому что, почему к счастью? Потому что вирусная пневмония, она очень часто сопровождается летальным исходом. То есть, вирус очень вирулентен, очень активная его вирулентность, Организм хозяина ослаблен, иммунитет подавлен, и таким образом возникает такой вариант, как молниеносное течение пневмонии, которое длится 3-4 дня и заканчивается вот таким вот летальным исходом. И вторичный вариант – это вторичное присоединение бактериальной микрофлоры и, соответственно, вот это наиболее частое осложнение гриппа, и таким образом возникает бактериальная вторичная пневмония. Наиболее характерное осложнение гриппа. Вот на этой табличке, на этом слайде, вы видите основные отличительные черты группы ОРВИ различных и непосредственно самой уже инфекции грипп. Еще раз хочу остановиться на основных отличительных моментах. Грипп – это всегда на первом месте симптомы интоксикации, и всегда фибрильная температура 39 и выше. Значит, это озноб, это, соответственно, ломота во всем теле, это выраженная слабость, то есть все проявления астенические. И если говорить о катаральных явлениях, то их практически нет. И характерен кашель, так как идет в процесс, вовлекается трахея и бронхи. Вот. Кашель очень болезненный, сухой, и человеку очень больно кашлять. Это вот основные отличительные характеристики гриппа. Это то, что мы можем увидеть и проанализировать клиническую картину, то есть симптоматику, спросить анамнез у самого человека, у родителя ребенка. Контактировал с кем-то, допустим, да, с больным какой-то вирусной инфекцией. Вот какие-то клинические проявления. Но, конечно же, подтвердить окончательный диагноз возможно только в лабораторных условиях. Существует такой метод диагностики, который называется ЭПЦР. Это диагностика, которая основывается на исследовании слизи носоглоточной, да, допустим. И, соответственно, вот эта вот реакция пулемеразно-цепная, она как раз позволяет осуществить диагностику молекулярно-генетическую для выявления различных возбудителей вирусных инфекций. Это вот стопроцентный вариант верификации вируса и окончательная точная постановка диагноза. Ну, хотелось бы пару слов буквально сказать о таких вариантах вируса гриппа, которые, ну, не так давно были у всех на слуху, были очень актуальны. Это такой вариант, как птичий грипп, да, и само название птичий грипп говорит о том, что заразиться можно этим вирусом, ну, прежде всего, от человека, а можно заразиться от больной птицы. Причем от птицы как домашней, так и от дикой. Ну, допустим, это касается тех людей, которые, допустим, выезжают на охоту, да, то, соответственно, по современным требованиям даже не допускают к охоте на водоплавающую птицу, если нет соответствующих прививок, соответствующей вакцинации. Значит, посмотрите, это разновидность вируса гриппа, вот, H5N1, так называемый птичий грипп. Ну, соответственно, клиническое проявление, как любой другой вирусной инфекции, вот здесь они представлены, инкубационный период может быть от двух дней, да, до недели. Симптомы, они, конечно, схожи с обычным гриппом, о котором мы сейчас с вами говорили, какие они бывают. И, соответственно, течение примерно такое же, но, возможно, также осложнения. Осложнения какие? Это развитие вирусной пневмонии и присоединение бактериальной микрофлоры. Вот, то есть мы должны помнить, что этот вариант гриппа, он существует. То есть с ним можно встретиться. И следующий вариант гриппа, я не вынесла это на слайд, но, тем не менее, думаю, все слышали, тоже совсем недавно это были прям, очень активно это муссировалось, да, во всех средствах массовой информации. Это свиной грипп. Свиной грипп – это тоже разновидность, соответственно, вируса гриппа. Штамм у него другой – H1N1. Передача, соответственно, как воздушно-капельных путем, так при контакте можно заразиться от больного животного, также через рукопожатие. Значит, основные проявления такие же, как при вирусных инфекциях и осложнения, основным осложнением являются, конечно же, пневмонии, почему на них вот и решили остановиться, как на основном из вариантов осложнений. Ну, буквально кратко, потому что следующий вебинар будет полностью посвящен, еще раз хочу сказать, все, что будет связано с реабилитацией, профилактикой и лечением вирусных инфекций. Ну, как защитить себя от гриппа? Ну, самые простые методы, да, защиты, которые почему-то, ну, не всегда соблюдаются. Ну, прежде всего, больной человек должен ходить в маске. Маска эффективна в том случае, если она закрывает и рот, и нос. Люди, которые общаются с больным человеком, то желательно ближе, чем на метр к нему не подходить, если такое получается, потому что очень высокая вероятность заражения. Дальше, если человек чихает, кашляет, то лучше для этого использовать одноразовые салфетки и платки, а не хранить, да, красивый носовой платочек со всем содержимым своего, своей носовой полости у себя в сумке длительное время, потому что это способствует размножению, содержанию вируса, его распространению. Дальше, это регулярно мыть руки, потому что контактный способ тоже был выявлен. Вот, как можно чаще проветривать помещение. Есть, значит, больной человек нет, потому что кто-то может находиться в состоянии инкубационного периода, то есть проветривание, оно должно быть регулярным. Ну, естественно, это гигиена, жилище, там, влажная уборка регулярная. И вот, пожалуй, такие вот самые простые, да, правила гигиены, правила культуры, можно так еще сказать. И, конечно же, если человек чувствует какое-то недомогание, он сам чувствует себя плохо, то не нужно проявлять героизм, ходить на работу, не нужно такого ребенка отводить в детское учреждение, потому что это может вызвать осложнение, определенная нагрузка на больного ребенка, да, занятия в школе, занятия в детском саду. И плюс, конечно же, он является источником инфекции для других детей. Ну, остановимся на, так скажем, тех диагностических маркерах, которые можно увидеть на аппаратно-программном комплексе «Видопульс», как обычно. Мы заканчиваем этим вебинар. Давайте посмотрим, с чего мы можем, так скажем, оттолкнуться, что покажет «Видопульс». Ну, прежде всего, это вкладка пульсорганов или то, что мы еще называем, это вкладка меридианы, то, конечно же, это идет напряжение по меридиану легкого. Вот здесь это показано. И это может сопровождаться еще истощением восьмого меридиана, это истощение меридиана почек. Но здесь это нужно расценивать, как в целом истощение энергии Ци, да, то есть на фоне высокой интоксикации, истощение энергии Ци, как общего вот жизненного источника, источника жизненных сил. И следующие диагностические критерии – это вкладка недана, недана субдоши. Что мы на них можем увидеть? Это изменения со стороны прановата. Изменения. Почему? Потому что изменения со стороны прановата может быть как напряжение прановата, а может быть и снижение прановата. Значит, напряжение прановата – это всегда говорит об остром процессе, то есть острота процесса с большой затратой энергии. А снижение прановата – это уже идет остенизация организма, ослабление жизненных ресурсов, жизненных сил. Вот такое вот колебание, либо вверх, либо вниз. А также идет истощение со стороны удановата и напряжение оваламбака капха. Давайте посмотрим, как это может быть выражено. Ну, вот здесь мы видим прановата находится в напряжении, уходит в красный фон, да, то есть говорит о каком-то выраженном остром процессе. В напряжении мы также наблюдаем оваламбака капха, да, потому что оваламбака капха – это, соответственно, что характеристика состояния легких. То есть это говорит о каком-то выраженном воспалительном процессе, гиперпродукции, допустим, слизи, отечном состоянии слизистой оболочки. То есть вот эта валамбака капха повышается. И снижение удана, да, соответственно, удана капха, мы сказали, потому что, так скажем, вовлекается в процесс и нервно-сенсорная система. Поэтому вот такие вот маркеры, характерные для АПК «Видопульс». Ну, и одним из неспецифических проявлений любой воспалительной реакции, особенно ярко выраженной воспалительной реакции, является напряжение во вкладке «Уже не дан от хату», мы зашли сюда. Это ракт от хату, вторая ткань, посмотрите, в каком ярко выраженном напряжении. То есть это вот говорит как раз об остром воспалительном процессе. Ну, плюс при наличии, конечно, клинической симптоматики. Вот это основные проявления, на которых мы остановились, значит, проявлений маркеров на АПК «Видопульс», разобрали основные проявления ОРВИ, подробно проговорили, в чем отличие гриппа от других вирусных инфекций. Я видела, поступали какие-то вопросы, и, как правило, я отвечаю на них в конце вебинара, поэтому я сейчас их прочитаю и постараюсь на них ответить. Так, Татьяна задает вопрос. Верны ли некоторые последние исследования о вирусном происхождении рака? Ну, я не могу вам сказать верны-неверны. В ней существует одна из, так скажем, идеологических причин, рассматриваемых, возможных причин развития рака, как вирусная теория. Да, она имеет место быть, но подтверждена или не подтверждена она полностью, этого пока вам никто не ответит. Каковы могут быть причины эмфизема легких? Тоже вирус, как вариант или иные. Эмфизема легких – это состояние, которое является хроническим, и, конечно же, допустим, на фоне остро-вирусной инфекции эмфизема не возникнет. Эмфизема – это что? Это повышенная воздушность легочной ткани, когда ячеистые перегородки, альвеол, да, тех пузырьков, которые принимают участие в газообмене, они разрываются. Причиной эмфиземы, как правило, является либо бронхиальная астма, либо это хроническая обструктивная болезнь легких, которая протекает по эмфематозному варианту. То есть это какой-то длительный процесс, в который были вовлечены легкие, который может заканчиваться эмфиземой, потому что это тяжелое заболевание. Еще раз хочу сказать, что оно развивается как следствие чего-то и, соответственно, приводит уже к дыхательной недостаточности. Значит, по поводу записи вебинара вам ответят. Это технический вопрос. Конечно же, это возможно. Так, теперь захожу во вкладку «Вопросы». Так, Елена задает вопрос. При плеврите, а воломбака будет в истощении или в напряжении? Плеврит сам по себе или плеврит как осложнение, допустим, туберкулезного процесса или, допустим, онкологического процесса? То есть здесь нужно смотреть, как ведет себя дыхательная функция легких. Поэтому, как бы, однозначно я ответить не могу на этот вопрос. Может быть и так, и так. Плеврит – это, как правило, осложнение основного процесса. Еще асцит. Подождите, если плеврит и асцит, то это какое-то очень серьезное системное заболевание? Однозначно я ответить не могу. Нужно знать всю предысторию. Если вас интересует вопрос, вы можете выслать нам карточку этого пациента, если вы работаете на видопульс. И мы уже, так скажем, более прицельно на это посмотрим. Спасибо за отзывы. Большое спасибо. Всем большое спасибо. Всех благодарю за внимание и приглашаю на нашу следующую встречу 25 октября. До свидания.